Добрый день! Тема моего рассказа совершенно необычная. Это предполагаемое открытие жизни на другой планете, на планете, не находящейся достаточно близко к нам, на планете Венера. Значит, все началось с того, что где-то еще 30, уже почти 32 года назад, и даже больше, и 40 лет назад, были запущены космические аппараты к Венере, наши аппараты Венера. Мы тогда находились в фаворе в этом отношении, удача следовала за удачей. Космические аппараты достигали этой планеты, выходили на орбиту, и спускаемые, так называемые, спускаемые аппараты ныряли в ее глубокую и очень плотную атмосферу и проводили там исследования. В 1975 году было два таких аппарата, Венера 9 и 10. Они опустились на поверхность Венеры, а до этого все другие аппараты, которые туда были направлены, они были раздавлены атмосферой. Вот мы знаем, что масса океана земного очень большая. Так вот, представьте себе, на Венере там нет никаких океанов, там не может быть воды, потому что очень жарко. А вот сама атмосфера составляет одну треть земного океана. То есть это по существу океан. И вот когда эти аппараты опустились на поверхность Венеры, они осуществили, казалось бы, совершенно невозможный эксперимент. Они передали телевизионную картинку того, что аппарат увидел. Передать эти данные было очень сложно, технически это было очень сложно. На это уходило достаточно много времени, но техника совершенствовалась. И вот я не могу назвать имя двух людей, по меньшей мере, двух людей. Тогдашний это Институт космического приборостроения. Это Арнольд Сергеевич Селиванов и Юрий Михайлович Гектин, которые создавали эти невероятные сложности устройства, передававшие изображения поверхности Венеры на Землю. В 1982 году уже более совершенные аппараты с цветными телевизионными камерами передали такие же изображения, уже гораздо более четкие, гораздо более совершенные и к тому же цветные. И вот, значит, я даже должен здесь заметить, что уже тогда в некоторых случаях на этих картинках прослеживались какие-то странные объекты, которые вызывали интерес. Ну, прямо сразу, это было, значит, осенью, по-моему, 22 октября 1975 года, когда на картинке появилось какое-то изображение, которое мне напомнило не то сидящую птицу больших размеров, не то что в этом духе. Я даже в своей первой книжке, которая была издана в 1978 году, привел эту картинку и описал ее, что, может быть, вот этот объект, который мы видим на картинке, это какое-то живое существо на Венере. Ну, естественно, все вокруг, значит, по этому поводу начали высказывать свои крайне отрицательные мнения. Но постепенно, значит, эта тема не уходила из моего сознания. Время от времени я к ней возвращался. А самое главное, в течение прошедших лет средства обработки изображений усовершенствовались и достигли очень высокого уровня. Я небольшой специалист по обработке, и то, что я делаю, делаю, как говорится, на коленках, ну, в рамках моего понимания компьютерной техники, в рамках понимания обработки этих изображений. И то, что там было обнаружено уже после обработки, после современной обработки изображений, они стали гораздо более четкими, очень красивыми, и на них появились контуры тех объектов, которые вот меня больше всего и привлекли. Значит, нужно сразу же сказать, что четкости этих изображений недостаточно. Если у вас хорошее зрение, нормальное среднее человеческое зрение, то картинки в 22 раза хуже, чем зрение нормального человека. Вместе с тем, можно по этим контурам изображений, а самое главное, что они достаточно крупные, выделить какие-то образования. По существу, вот эти публикации, или там сообщения о них первые, были 4 года назад, и сейчас эта тема все продолжается и развивается. И самое трудное было, самое трудное было, как ни странно, сделать ту работу, которая была выполнена в этом году. А в чем тут суть дела? Ну, значит, вот забегая вперед, скажу, что речь идет о гипотетической, предполагаемой флоре и фауне Венеры, и первой, как ни странно, была найдена именно гипотетическая фауна, то есть какие-то, значит, образования вроде наших земных существ, животных. Труднее было гораздо найти флору, растения. Почему? Опять же, вот по той причине, о которой я сказал, что разрешение в этих изображениях неважное, а растения очень тонкие. Ну, первым был обнаружен куст, небольшой куст, четырехлистник у его основания, стебель высотой примерно 40 сантиметров, и наверху бутон. Вот тут, наверное, мне нужно отвлечься и сказать об условиях, в которых это все происходит. На Венере нет, в атмосфере нет кислорода. Атмосфера состоит из углекислого газа на 95%, остальное – это азот, причем азота то же количество, что у нас, но так как атмосфера очень массивная, то он сжат где-то до 4%. Причем температура у поверхности гигантская по стемной 100-градусной шкале 460 градусов в среднем. Эта температура почти соответствует тому уровню, который в темноте, еще немножко, еще 50 градусов, и вы бы видели красное коление. Представить себе, что в таких условиях без кислородной атмосферы, раскаленной почти до красного коления поверхности что-то живет, ну, ребята, это кажется, на первый взгляд, действительно полным абсурдным. С другой стороны, я, одной стороны, начал с того, что вот земной шовинизм – это предпосылка к тому, что вот мы самые лучшие. Вот то, что есть у нас, это и условия самые лучшие, и вообще-то и мы-то самые лучшие. И предполагать, что может быть что-то при совершенно других физических условиях, да это никому в голову не приходило. Когда вы читаете научно-фантастическую литературу, там встречаются пришельцы, они где-то приходят, или там какие-то чудовища, но все они в нормальных температурных условиях, прекрасно ползают, с ними там общаются прилетевшие с Земли космонавты, но никому не приходило в голову, что они могут жить в другой температурной шкале. Вы представляете себе? Температуры вот такого рода. После того, как я взялся за дело с растениями, оказалось, что в разных частях, а аппаратов было несколько, в разных частях Венеры обнаруживаются примерно одни и те же виды растений. К этому мы уже были готовы, потому что перед этим мы обнаружили, что некоторые виды живых существ, которые там есть, тоже очень похожи друг на друга на больших расстояниях. Ну, например, аппараты были удалены друг от друга на 4000 километров, а обнаруживаются похожие объекты. Вот тут, значит, пора сказать об одной удивительной особенности, наверное, о двух удивительных особенностях. Первое. Некоторые из этих объектов очень напоминают земные. Они даже получили... Ну, вот как нужно было про них рассказывать? Нужно было их чем-то назвать. Ну, я там с потолка взял первый объект, который был найден, назвал его Скорпионом. Потом, значит, я увидел сюда другой объект, очень похож на маленького медвежонка. Я его назвал, значит, медвежонок, так и назвал. Но дальше пошли объекты, которые, в общем, ни на что не похожи. Как их назвать? Они были названы, исходя из древних названий, например, на греческом Венеры, Геспера. Ну, вот некоторые объекты, значит, получили это название. Объекты, которыми я занимаюсь сейчас, это Амисады. Опять же, откуда взялось название? Из древних наблюдений можете себе представить. Более 4 тысяч лет назад в Вавилоне астрономы взирали на небо и записывали, когда появится Венера. На что записывали? На глиняные таблички. Эти глиняные таблички назывались Амисадука. Вот я сократил до Амисада. Одни из наиболее интересных, очень похожие на ящериц земных образования, вот я назвал их Амисады. Они обнаружены в разных частях, но больше всего в районе посадки Венеры-14. Значит, что здесь нужно сказать? Второе, вот как раз я уже начинал об этом говорить. Кроме того, что они живут, по-видимому, в условиях крайне высокой температуры, они живут в мире совсем другого времени. Они почти незаметно двигаются. Когда вот был случай, когда аппарат сел прямо рядом с таким образованием, по-видимому, в обстановке колоссальной паники нужно было убежать, он двигался со скоростью, непомерной по их масштабам, 1 мм в секунду. Большей скорости они достичь не могут. Подавляющее большинство из них лишь перемещается, скажем, видно, как вот листья, например, чуть-чуть шевелятся под действием ветра. А образование типа тех же самых омиссат, они действительно перемещаются. И вот тут повезло. Одна из омиссат оказалась прямо под объективом аппарата. Ну, что значит под объективом? Объектив находился на высоте около 1 метра, а эта омиссата находилась у самого буфера, посадочного буфера аппарата. И вот было видно, как она перемещается. Что она там делает, непонятно, потому что можно предположить, что она как-то ощупывает камень, на котором она сидит. Она наполовину ползла, на этот камень, на картинке, которую я для вас приготовил. Эта омиссата показана вместе, рядышком, с земной ящерицей, с гекконом. Они имеют почти одинаковые размеры, и одинаковые, похоже, одинаковое строение тела, ну, более или менее, за исключением там хвоста, может, и хвост там есть. И вот одной из наших удач было то, что можно было собрать картинки за достаточно большое время. Я в самом начале сказал, что было очень трудно передать все это на Землю, это требовало большого времени. Почему? Потому что сигналы с такого колоссального расстояния передать вообще было бы невозможно, если бы мы хотели передать изображение картинок, если бы инженеры не придумали красивый ход. Они выводили аппарат, один аппарат на орбиту искусственного спутника Венеры, а второй опускали на поверхность Венеры. Тот, который опустился, передавал свои сигналы наверх на этот орбитальный аппарат, а тот уже транслировал на Землю. Если бы передавались сигналы прямо с поверхности, мы бы увидели три-четыре точки изображения и ничего больше. А вот так была преодолена эта трудность. Так вот, за время, которое аппараты работали, было получено несколько изображений. Значит, на каждую картинку уходило уже у совершенных аппаратов Венера 13 и 14 по 13 минут. Это то самое время, которое, значит, мне вы выделили на этот рассказ. Ну вот, 13 минут передавалась одна картинка. Инженеры гарантировали, что аппараты проработают 30 минут. Они проработали два с лишним часа, причем сейчас, когда мне удалось, значит, получить все эти данные, оказалось, что кто-то из земных умников эти аппараты выключил командой посланной Земли. Ну ладно, об этом как-нибудь в другой раз. Интересно, что метод, которым мы пользуемся, это тот же самый метод, который американцы, допустим, или европейцы ищут жизнь на Марсе. Метод телевизионных изображений. Так вот, оказалось, что этот метод телевизионных изображений у нас был использован на 30 лет раньше и дал результаты. Только вот почему эти результаты так долго лежали и ждали своей очереди, но об этом я расскажу в другой раз. Спасибо.